всем привет с вами канал artmania и сегодня у нас с вами тема как запомнить лекарство которое вам помогло то есть ну просто как копить коробочки этого вот у меня честно говоря вот целых два мешка это я уже с некоторыми разобраться это сложно это занимает очень много места вот ну и конечно же если вы это лекарство коробочку выкинете то когда вам следующий раз она понадобится вы навряд ли вспомните как она называлась и соответственно если вас где-то там записано вы соответственно тоже не найдете это будет очень сложно а есть вариант один маленький вариант который это делается все очень очень легко и давайте посмотрим как же это можно сделать то есть получается смотрите у нас есть коробочка она большая до занимает много места эту коробочку мы с вами разрезаем разрезаем именно вот эту вот часть самую да вот переднюю можно даже ее просто разрезать и оставить всю если у вас здесь допустим написано что этом именно вот это лекарство например из германии производитель то есть а другой такой же например есть второе лекарство откопит такой же то есть россия вот то есть но два лекарства да такое бывает действительно моей жизни такое было то можно оставить даже целую коробочку просто и разрезов давайте я даже взяла с собой ножнички сейчас с вами это сделаем берем сбоку с краешком отрезаем смотрите то есть она получается уже такое вот плоская коробочка отрезаем конечно вот эти вот все также обязательно не забывайте писать что это за лекарство то есть у меня допустим это от кашля как вы его принимали ваш ребенок принимали и все это соответственно складывается какой-нибудь вот маленький конвертик здесь например у меня довольно много лекарств это кстати еще очень удобно например вы мужа посылаете в магазин купить ну вернее в аптеку до купить лекарства и говорит ну купите мне там купи мне акваморис он будет какой именно то есть я мужу отдаю именно вот эту бумажечку да он знает приходит уже в аптеку покупает эту бумажечку он теряет но при этом у меня остается здесь еще все довольно много чтобы они у меня действительно реально были также конечно свое лечение как вы лечить вы можете написать на одной из бумажечек чтобы это было вам более понятно потому что все это вы все равно забудете это реально все равно забудете ну и точно так же вот какие то у нас там другие оставшиеся лекарства можно делать вот так я делаю всегда вот так ну и соответственно за место огромных двух пакетов да то есть у меня получается маленький конвертик который можно в аптечку просто вставить и он вам уже не будет мешать так же нужно обязательно ввести если вы часто болеете ввести свою тетрадку болезней в принципе если допустим чтобы вам было гораздо проще вы можете напечатать на компьютере все какие то там моменты там и ручкой просто уже дописывать сколько болело там сколько раз поднималась температура например на дню что конкретно было там уже подчеркивали допустим каши сопли там и все подчеркнул то есть и потом вы чтобы не 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 пытаться прочесть через несколько месяцев свой текст особенно для тех кто пишет вообще там непонятно как или в принципе бывает такое что свой текст это прочесть очень сложный тратишь много на это время конечно так будет попроще вот то есть обязательно свои тетрадки записывайте историю свою болезнь и именно в то время когда вы болеете не когда вы там переболели а ладно запишу попозже счастья это выздоровлю и потом запишу вы там выздоровеете у вас появляется сразу там тысяча дел вы там убегаете делается свои дела проход вместе вы тут вспоминать а я забыла записать хочу мне там было что-то я не помню то есть это должно быть не так то есть допустим у моего ребенка есть тетрадка где записываю как он болел начало болезни какая была температура какие были симптомы какими лекарствами начали лечиться какие лекарства на прописал врач какими там вылечились когда вылечились сколько болели то есть все вот это вот я записываю конечно честно говоря когда ребенок болеет не лень но все равно я стараюсь записывать и когда ребенок меня заболевает снова я могу что-то забыть да то есть я открываю эту тетрадку и вспоминаю батюшки да вот от горла мы пили вот это от кашля допустим это от это это залазю в этот конвертик да и уже смотрю так от горла нас вот этот отдаю его папе папа идет и покупать это проще правда это проще чем допустим вспоминает ну какое-то там лекарство было зелененькая по моему там как-то она начиналась на буквы гея или на букву йо ж я не помню короче чтоб ну вот этого вот всего не было все должно быть четко идеально и красиво как говорит мой ребенок также обязательно видите тетрадку лекарства можно даже принципе в этой же тетрадкой на обратной стороне там да с другой стороны вы можете писать те лекарства которые вам реально помогли то есть вы пишете там допустим лекарства акваморис дефис и допустим там от чего от насморка то есть потом у вас появляется насморка вы там просто заходите в тетрадку еще насморк так акваморис все и вы идете просто покупаете так же конечно очень хорошо было бы писать рядышком как вы его принимали в тетрадочку например или допустим ну тетрадки допустим у меня есть такой момент допустим когда понос от поноса что делать какую еду какую еду кушать какие лекарства принимать как себя вести то есть ну правда вот понос бывает очень редко это забываешься что постоянно не звонить маме и спрашивайте а чё делать она там тоже начинает вспоминать как вот она есть там то есть это тоже кстати очень сильно удобно вот на сегодня это все напишите свои советы комментарии какие-то отзывы может быть как делаете вы как вы сохраняете свои лекарства как вы их складывать может быть вы что-то делаете немножечко там по-другому как-то или может вообще ничего не сохраняете и как бы пофигу полечился выздоровел все выкинул нафиг на помойку там еще следующий раз заболел пошел там купил другие какие-то лекарства вот обязательно пишите обязательно смотрите наши другие ролики наши влоги как мы с ночью живем обзоры на технику на продукты архитектуру нашего города путешествия и много всего интересного с вами был канал арт-мания всем пока пока